Камиль Зайдулин и его мама живут в этой многоэтажке по улице Ленина около 20 лет. Говорят, на протяжении последних нескольких лет проблем с коммунальщиками у жильцов дома не возникало. До этого года дом обслуживала управляющая компания номер один. Нареканий на ее работу у собственников жилья не было. Мы сейчас опять ухтажил в фонде, вроде они отсудили. Но мне кажется, у К1 нормально лучше было. Они нам подъезды отремонтировали, положили плитки на пол, двери поменяли. Вот это все сделали они. То есть зазаботилась о доме компания? Да, в принципе, да. В принципе, мы довольны были. Вот эти четыре подъезда, там две подъезда очень разбухали. Я не знаю почему. Фирма Ухтажил фонд ранее уже обслуживала этот дом, но потом ее сменила управляющая компания номер один. Однако в прошлом году, несмотря на то, что большинство собственников высказалось в пользу УК-1, по решению суда Ухтажил фонд вернул себе управление этим вполне благополучным 216-квартирным домом. Прежняя компания с таким поворотом дел не согласилась и отказалась передавать Ухтажил фонду ключи и документацию на дом, не переставая при этом регулярно выставлять жильцам квитанции об оплате услуг. Управляющая организация, которая ранее осуществляла управление по данному квартирному дому, не перестала, получается, выставлять квитанции гражданам. В связи с чем прокуратурой города были поданы иски в защиту граждан, которые в силу определенных обстоятельств не могут сами защищать свои интересы в суде. И судом доводы исков прокурора были признаны обоснованными, в связи с чем было удовлетворено более 33 исков на общую сумму около 318 тысяч рублей. Но на этом прокурорские проверки деятельности управляющей компании не закончились. В результате стражи порядка возбудили в отношении руководителя предприятия уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере с использованием служебного положения. Между тем, жителям многоэтажки от этого не легче. Теперь нам жил фонд выставляет долг за те месяцы. Так долго мы идем. Получается так, все на нас завязано. Как будто мы виноваты в этой сложившейся ситуации. Хотя мы ни в чем не виноваты, абсолютно. Мы платили честно. Той компании, которая вроде бы как-то нам говорили, что они выиграли. Когда управляющая компания номер один вернет деньги, неизвестно. Перечислить незаконно полученные суммы обещают в ближайшее время. Ведь деятельное раскаяние, как показывает судебная практика, благотворно сказывается на размере наказания для подсудимого. Наталья Литкевич, Олег Белькеев, телеканал Юрган. Ухта.